Девушки отдыхают 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 никаких прямых указаний данным органам. То, что это происходит спустя годы, как вы отметили, спустя 7 лет, с одной стороны радует, что наконец-то происходит, с другой стороны удручает, что это не произошло раньше. Были обвинения господина Воронина еще в те времена, когда он прямо заявлял о том, что к определенным депутатам подходили, говорили. При этом он говорил определенные фамилии, при этом некоторые люди. Я назову фамилию, потому что это сейчас много обсуждается. Звучали тогда и другие фамилии, в частности госпожа Бондаренко. Воронин неоднократно говорил еще в те времена, что во время заседания подходил Никифорчук, предлагал определенную сумму, называлась конкретная цифра. Бондаренко это подтвердило, также подтверждает и сейчас. Более того, Воронин заявил, что готов сотрудничать со следствием, что лишний раз доказывает о присутствии данного факта. При этом в те времена именно подконтрольная юстиция не дала делу ход. По сути, у прокурора не должно возникать каких-либо вопросов. При наличии какого-то определенного действия, граничащего с законодательством, прокурор должен начать делопроизводство. А уже далее был сопоставимый факт, это когда Стоиногла прямо заявил, что он не уверен, что в кульке, переданном Додону, находятся деньги. Окей, может быть это и так, но может быть он уверен или не уверен. Могу быть я уверен или не уверен. В следствии пускай разбирается, господин Жакот. Как вы себе ответили на вопрос, почему перебежчиков из других партий это не коснулось? Вот господин Филат негодует. Почему только выходцы из партии коммунистов, в дальнейшем демократы и далее, я тут могу только разделить, скажем так, чаяния некоторых политиков, увидеть всех перебежчиков за скамьей подсудимых. В случае, если это было так. Я могу высказать тут свое личное предположение. Я не могу знать всех тонкостей дела, это в принципе и правильно. Я являюсь депутатом парламента, но не имею права вмешиваться. Как часто заявляют партия власти, депутаты от партии власти, политика отдельно, а юстиция отдельно, и мы не имеем никакого отношения, равно как и госпожа президент. Я очень надеюсь, что в делопроизводстве есть и другие дела, но утверждать это никак не берусь. Госпожа Таубер, власть отрицает свою причастность к задержаниям и квалифицирует ваши претензии как манипуляции. Это выгодно, поэтому вы на этом и настаиваете, как вы слышали. Знаете, я заметила, что не первая передача, где обсуждаются сложные для общества вопросы. Почему-то партия ПАЗ делегирует господина Жакот. Это исключительно моя инициатива. Нет, это мои определенные наблюдения, сейчас скажу, зачем я об этом говорю, почему. Может быть, кто-то удивится, но я в господине Жакоте вижу конструктивного, порядочного человека, с которым мы сталкиваемся на комиссии. Кстати, очень часто спорим горячо, но на тему законопроекта. Мне, конечно же, будет сложнее сейчас высказать многие вещи, которые бы я хотела, потому что я бы хотела их высказать лично Майя Санду и руководству ПАЗ. Потому что я прекрасно понимаю, что, возможно, лично господин Жакот даже не представляет себе, что творят монстры, которые называются руководство ПАЗ. Может быть, знает, может быть, не знает, может быть, когда узнает, поменяет свое мнение. Я считаю, что я имею право на это говорить, потому что, говоря о юстиции, многие отодвигают свои примеры в сторону. Такое, как произошло сегодня с Виолеттой Ивановым, Сергеем Сырбой, Владимиром Битюком, может произойти этот раз каждому. Такое пару лет назад произошло со мной, со мной, с Региной Апостоловой, с нашими коллегами. Такое очень много лет происходит с нашим председателем Иланом Шором. Я не пришла жаловаться на эту передачу. За все, что сделано против нас, естественно, будет ответ в рамках закона. Но все умные люди, мудрые, прожившие жизнь, знают, что есть жизненное правило. Когда делаешь зло и плохое другому, оно тебе обязательно возвращается. Но есть один нюанс, госпожа Талбер. Если вина задержанных будет доказана, какими будут ваши действия? Скажите мне, пожалуйста, неужели на сегодняшний день есть уверенность, что люди виноваты, что нужно подвергать их, можно сказать, прямой опасности жизни, здоровью и переживаниям их близких? Вы говорите, если вина будет доказана. Можно я вам вкратце расскажу свой пример? Например, многие депутаты подняли руку, чтобы меня и Регину Апостолову лишили иммунитета. Многие представители МВД буквально хватали меня за руки и не давали мне, в принципе, идти. В то время, как я еще обладала иммунитетом. Меня задержали самым злейшим образом. Перед моей бабушкой, которая проработала на нашу страну. Да и, в принципе, я человек, который много работал на нашу страну и представлял ее. Мы помним это, более того, мы обсуждали сам факт задержания в эфирах. Подвергли просто ужасному давлению. Я не буду сейчас говорить все детали еще раз. Я не собираюсь жаловаться, чтобы через год пришел господин Стояногла и сказал с трибуны парламента, как генеральный прокурор, мы сейчас не говорим, хороший генеральный прокурор или плохой, что дело Таубер и Апостоловы чисто политическое дело. И с нас были сняты все обвинения. Так вот, возвращаясь к вашему, если вина человека доказана, я сейчас не говорю про своих коллег, то это один вопрос. А если человека пытаются давить политически только потому, что лидер партии, в которой они являются членами, не угоден власти, это совсем другое. Если была бы доказана вина, действия, которые сегодня происходили в Чиканском суде, когда женщину хрупкую, я говорю сейчас про Виолетту Борисовну, ведет огромное количество людей вооруженных, это смотрит вся страна, и в том числе ее семья, которая сейчас тоже это смотрит, скажите, за что? А если вина не будет доказана? А если будет доказана, госпожа Таубер? У меня вопрос, а если не будет доказана? Существует такое понятие презумпция невиновности. Вы понимаете, вы начинаете задавать вопрос с той стороны, которая не базируется на юриспруденции. Существует презумпция невиновности. Пока человек невиновен, к нему не могут применяться соответствующие санкции. Сегодня наших коллег задержали как рецидивистов. И вопрос, у меня сейчас вопрос, моя вина не доказана. Кто ответит за то, что я пережила и моя семья? Кто? Кто будут эти люди? Кто будут эти прокуроры? Какая власть будет за это отвечать? И теперь дальше. Явно появилась любовь у правящей партии и коммунистов. Это очень интересно. Слушай, ну это же ваши догадки. Это тоже из области, знаете, а если? Нет, просто господин Жакот сейчас. Я сейчас не про... Вы заметите, я ничего... Я ничего... Привел слова в Воронеже, извините, что перебиваю. Я привел слова не как оппонента, а как друга. Я и знаю. Пожалуйста, я вас не перебивала. Это мои предположения. Просто я знаю, насколько партия ПАС и левые партии, тем более коммунисты, никогда друг друга не любили. Я сейчас многие детали не буду говорить. Поверьте, не хочу вас ставить деликатную ситуацию. Я понимаю, что вы вряд ли... Можете пытаться ставить меня в деликатную ситуацию. Я если собираюсь, я это делаю. Я ничего не пытаюсь. Не переживайте. Пытаюсь. Просто я не думаю, что в данной ситуации вы тот человек, который должен отвечать за это. И считаю, что политика не должна переходить определенные грани. Вы правильно задали вопрос. Семь лет прошло. Вы правильно задали вопрос, и я хотела об этом сказать, о том, что есть ряд депутатов. Я сейчас могу говорить очень много имен и очень много историй. Опять же, я не желаю этим людям зла. Переход из одной партии в другую... Мы сейчас не говорим о моральной стороне, правильно это или нет. Мы много обсуждали это в парламенте. На сегодняшний день... На сегодняшний день. Так. Это не означает, что я говорю, что это плохо или хорошо. Мы сейчас не обсуждаем политически. С юридической точки зрения переход из одной партии в другую не является нарушением закона. Я права? Майя Санду тоже из Пеледиме пришла в ПАС. И почему-то она сейчас не в том учреждении, в котором я только что была. Извините, Майя Санду не была в Пеледиме. Не была? Не была. Ага. Министром образования тоже не была. Министром была, но она не была в Пеледиме. А президент она сейчас или нет? Просто президент. Ну, вы знаете... Не манипулируйте. Она была четко протеже господина Филата. Ну, это уже совершенно другой вопрос. Она была ставленником Пеледиме. Если вы докажете, что у нее не было членского билета в Пеледиме, поговорим. Я в это не верю. Она была частью команды Пеледиме. И занимала ответственные посты от Пеледиме. Помимо Майи Санду в разных партиях было много разных прецедентов. Еще раз. Мы можем по-разному квалифицировать те или иные переходы. И почему они происходят. Но это сейчас не вопрос юстиции. Правда? Абсолютно не вопрос юстиции. Если человек перешел в другую партию, значит, тогда все те около 30 депутатов, которые делали то же самое, и не только депутаты, они должны сейчас тоже тогда сейчас отвечать по закону. Мой вопрос. Почему это не происходит? Я еще раз говорю, я не желаю им зла. Просто двойные стандарты. Речь идет о покупке и о незаконном обогащении. Не о переходе. А не о переходе. 4,5 миллиона. Вы прекрасно знаете, в чем был вопрос. Вы не присутствовали на судебном заседании. Нет, извините, я исхожу из той информации, которую вижу в прессе, не только в прессе. Вы не должны сегодня делать эти дела, которые перед собой не имеют. На судебном заседании нет. Только на оглашении. Даже в качестве депутата. Вы знаете, что обменяется им? Подкуп? Честно, я вас уверяю, что вы нет, потому что я провела рядом с адвокатами много времени, и на сегодняшний день обвинения весьма странные. Я вас уверяю, что вы не совсем правильно формулируете. И в чем обвиняются? Если говорить именно юридически. Мы сегодня не совсем понимаем, потому что доказательства у обвинения нет. То, что вы, я прошу прощения, читаете в прессе, давайте не будем. Когда вы увидели документы, дичизи, хоторир, документы конкретно, из прокуратуры, из судебной инстанции, видели? Это предъявляют прокуроры. Прокуроры предъявляют по статье незаконного обогащения. Я сегодня видела ряд интерпретаций, в том числе и ошибки в прессе, насколько задержаны коллеги. Расскажите, что говорят адвокаты, каково обвинения? Адвокаты, естественно, говорят, что на сегодняшний день нет никаких фактов. Более того, было очень много нарушений при задержании. Но я дальше не буду говорить многие вещи, потому что это будет использоваться и для дальнейшей защиты, и, естественно, для того, чтобы доказать. Вы отрицаете подкуп и незаконное обогащение, поэтому я вам задаю встречный вопрос. Вы говорите, что вы общались с депутатами, а не ознакомились с информацией из прессы. Значит, вы четко знаете, что вменяют? Что прокуроры вменяют в вину? Я еще раз вам говорю, я четко этого не понимаю. Хорошо, спасибо. Более того, никакая вина сегодня не доказана. Предстоит доказать, да? Да, ну так, а почему человек, которому предстоит доказать вину, должен дожидаться этого в изоляторе? Вы проводили время в изоляторе? А сегодня в нашей стране это возможно? Я с вами соглашусь. Это возможно завтра с людьми. А вот я, извините, не согласен. После того, что произошло с господином Стоиноглой, я согласна с тем, что это возможно в отношении всех. Можно маленький комментарий? Госпожа Таубер сказала, что существует презумпция невиновности. Да, она существует. И давайте дождемся решения следствия. То есть, есть определенные следственные... Хорошо, а можно дожидаться решения следствия не в изоляторе? Есть определенные следственные действия. И я не знаю, какова аргументация тех прокуроров, тех следственных органов, которые проводят следствие. Если они решили так, если суд дал им эту возможность... Аргументация одна, давление со стороны Майя и Санкт-Петербурга. Мы с вами не будем обсуждать юридические тонкости, потому что мы все не юристы, не адвокаты, не прокуроры. Госпожа Таубер сразу ставит своих коллег на педестал. Они невиновны. Я предполагаю, что это ее глубокая уверенность. Но не дай бог, конечно, если к моему коллеге подойдут прокуроры и задержат его за нелегальное обогащение, я не буду кричать про презумпцию... Да, есть презумпция о невиновности, но про незаконность, про виновность... Это, кстати, признак европейского демократического общества. Я буду дожидаться решения юридических органов. Это правильно. И вас, и госпожу Таубер, мы поняли все достаточно. Я только маленькую ремарочку, буквально 30 секунд. Презумпция о невиновности – это признак правового демократического европейского общества. Если наши коллеги пытаются промовировать европейские ценности, в первую очередь презумпция о невиновности не означает обратное, как пытаются сейчас нам доказать господин Жакот и другие. То есть мы должны доказать, что они невиновны, или мы все-таки ждем, чтобы доказали, что они виновны? Госпожа Таубер, предлагаю все-таки отдать слово господину Церде. Тут говорилось о господине Воронине. Как вы знаете, широко обсуждается этот вариант мести Владимира Воронина своим бывшим коллегам, ставшим перебежчиками. Он все отрицает. А в чем в блоке в целом? Или отдельно в партии социалистов убеждены, исходя из дела? Давайте я попытаюсь так тезисно, вначале как политолог, потом как политик. Первый пункт, как автор монографии «Олигархическая Молдова», 2014 год, 856 страниц, 4 научных рецензента. Я полностью убежден и могу вам дать с кем угодно дебатировать, просто с кем угодно, что в Республике Молдова нет правового государства. И об этом говорят данные Всемирного банка. Где в категории «Достейтов» и «Руловло» написано четко, что у нас преобладает насилие в правовой системе. И Республика Молдова вот уже 20 лет Всемирным банком определяется, как авторитарное государство с отсутствием правовых основ верховенства права. То есть по этому пункту верховенства права у нас полный нот. Это первое. Второй пункт, если мы смотрим Freedom House, все отчеты за 20 лет, везде у нас гибридный режим. То есть полуавторитарная система. Если мы смотрим Heritage Foundation, американский фонд, серьезнейший фонд, то же самое, гибридный режим, четко полуавторитарная система, где нет фактически правового государства. Так, и приближаемся к нашей тени. Четвертый пункт, если мы приближаемся к резолюции Европарламента 2018 года, вот там четко прописано, что Молдова захвачено государством. Олигархическими группировками. А теперь возвращаемся к тому, что вы спросили. Учитывая, что все международные институты, и нет абсолютно ни одного научного центра, который может сказать, что у нас есть правовое государство, верховенство права, реформированная юстиция и так далее, я всегда, когда происходят вот такие задержания в стиле а-ля стоя ногу, и даже в этом кейсе, да, у меня есть большие сомнения, что речь идет здесь о, как минимум, как минимум, да, уважении к процедуре, понимаете? И как минимум к уважению и соблюдению всех процессуальных норм и прав тех, которые были задержаны. В данном случае те из госпожи Таубер и Апостола, и самого стоя ногу, да, и других, конечно же, говорит об очень многом. Это первый пункт. Второй пункт. Когда мы говорим о том, что у нас в данном случае, да, нет влияния власти, нет влияния прокуроров, давайте я вам напомню заявление господина Стоя ногу от августа 2021, за два месяца до его ареста, когда он сказал, что на заседании Совбеза Майя Санду заявила, что она возмущена тем, что до сих пор не заведены уголовные дела на раз Владимир Воронин, два Зенега Гречанная, три Игорь Дадон. То есть на своих оппонентов. Мы это прекрасно помним, господин. Чтобы я закончил, потом вы можете, да. Тогда господин Стоя ногу попросил опубликовать данные, да, прочая сувербал от Совбеза. Не было опубликовано. Я как депутат лично обратился в президентуру с письмом опубликовать данные, данное заседание Совбеза и дать мне аудиокопию этого заседания. До сих пор я ничего не получил. Я обратился в полицию, обратился в прокуратуру и меня начали футболить. Понимаете, я выйду еще на пресс-конференцию и расскажу об этом кейсе. Если там не было этого, Майя Григорьевна, со всем уважением, почему вы не публикуете аудио и сам отчет заседания, чтобы мы понимали, был заказ, не был заказ. Поэтому, когда сегодня господин решетников утверждает что-то личный заказ, Майя Санду, у меня, по крайней мере, нет много оснований для того, чтобы верить или не верить. Понимаете? Есть основания, по крайней мере, предположить, что такое не исключено. Более того, а кто прокурор? А прокурор, оказывается, Михаил Иванов. Кто он такой? Оказывается, он финн. Он финн. Виарела Мараря. Плаха прокурора. Человека, который засудил, бросил в тюрьмы десятки невинных жертв. Десятки невинных жертв. И который сегодня гуляет на свободе, смеется в лицо нам всем, и вам в том числе, и мне тоже. Руководит истине прокуратура, и в этом говорят все. Но это не дает права обвинять прокурора? Так он финн. Так он финн Мараря. Как что? Он выполняет... Дайте я закончу. Дайте я закончу. Человек выполняет конкретный заказ господина Мараря, который сегодня управляет прокуратурой. Если финн, значит, выполняет заказ. Если не финн, значит, работает честно. Стоп, 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 стоп. А вы что, вы смеетесь или как? Нет, просто извините. Давайте скажите еще раз, чтобы мы засняли. Нет, вы привели пример, который... Если не финн, это все нормально. Это окей, да? Я запомню это господин Жакон. То есть тот факт, что он является финном, не обязательно нас наталкивать на мысль, что он выполняет указания господина Мараря. Чисто случайно. Он оказался с Питером, понимаете, как и другое. Дальше идем по пунктам. Когда вы говорите, мы говорим о задержании вот этой группы, да, депутатов, которые перешли, я вот вам напомню, что 13 октября произошло осуждение, не осуждение, арест. 13 октября 2015 года. Арест господина Филата, который с трибуна парламента тогда заявил, что в этом зале есть один просто премьер-министр, да, Лянка, который под руководством Плохотнюка создает себе свою парку из перебежчиков. Кстати, вот я вам хочу показать, очень интересно, да, жаль, что не в формате цветного. А ну-ка посмотрите, вам эти имена ни о чем не говорят? Лянка, Юрий Лянка, да, Юджин Карпов, кстати, в Наре работает, никто его не трогает до сих пор. Целый директор. 90 тысяч в месяц получает. А должны трогать? Это наши люди, это же ваши люди. Как наши люди? Это ваши люди. Мы их сняли, мы их отправили в отставку, а вы их оставили. Дальше, господин Журавский получил на днях 2 миллиона премий от правительства. Целый председатель национального комитета. Так, дальше, кто здесь? Джорджи Мокану, Штефан Крянга, целый директор. Все перебежчики из ЛДПР. Все перебежчики из ЛДПР. Демократическую партию. Из ЛДПР. Филат обвинил их в том, что их купил Лянка. Вы понимаете, вопрос ко мне или к прокурорам. Это вопрос и к вам, и к прокурорам. Почему? Почему задерживают этих, которые говорилось, что вот, их плохотнюк как-то перетащил к себе. А почему они задерживают вот этих? Господин Леонидович? Более того, он не просто не задерживают. Я отвечу вас как гражданин. Я хочу... Более того, вы не гражданин, вы депутат из правящей партии. Депутат власти. Которая назначила прокурора. Но это не мешает мне быть гражданином, да? Которая? Не-не-не. Обычный гражданин сейчас умирает с головы. Данные тематики вы сейчас представляете. А вот сейчас, посмотрите, я вам скажу более интересные вещи. Вот, допустим, сегодня, когда задерживали этих депутатов, что интересно, ну, мы уже заметили, как повышаются цены. На что-то надо кого-то задержать. Или Дадона позвать. Я допускаю, что господин Жакот и не в курсе вообще происходящего. Я же не в курсе. Мы с точки зрения политики. Я об этом и сказала. Мы с точки зрения политики сегодня рассказали. Давайте не будем в юридические. Дело в том, что пока мы с вами здесь обсуждаем друг с другом, ссоримся, может быть, где-то, полемизируем остро, да? Стараясь, не переходить на личности, в это время, Майя Санду, вот в это время, час назад, назначила Дарина Вичина, бывшего министра правительства Филата, который говорит, что у вас нет этого. И очень привлеженного человека в Филатум. Здесь, я думаю, доказательства... Который, вроде бы, является дядей, как я понимаю, да? Или не дядя, а министра МВД Ревенко, да? Который назначил всех людей Плохотнюка, как ни странно, в МВД. Вы же видели, Подарилов, там, Други. Господи, я не хочу. Там список слусаря, спросите. Так, и отсюда вывод. Сегодня назначается вот этот человек, который в Гугле, если мы откроем, в Ютьюбе, он угрожал своим оппонентам, что разобьет их голову об асфальт. Так? Тогда даже заводили уголовные дела, я вам напомню, да. Стоит претензии сводится к тому? Сегодня его назначают. И у меня есть вопрос. Потому что вопросов... Они уже хорошие люди, да? Они уже хорошие люди, я так понимаю. Два. Его назначают в момент ареста и оглашения вот этих приговоров, скажем так. Не приговоров, но решений. Арестов на 30 суток и только Виолетта Ивановна. И это происходит вот на фоне, на фоне чего? На фоне вот тотальной вакханалии, да, цен. Понимаете? Тотального беспредела на всех рынках, нефтепродуктов и так далее. Чтобы уже не говорить о том, уже не говорить о том, какие здесь связи прямые, политические, экономические и так далее. Об этом мы еще поговорим. Но чтобы вы понимали, и вот на этом закончу. Ведь, когда мы говорим прокурор разберутся, это очень такое удобная, знаете, удобная формулировка, вот отмыть свою... Я хочу подчеркнуть, что если бы не дело Марины Таубера в Бельцах, если бы не Стоиногла, то, возможно, мы бы не обсуждали с этой точки зрения, господин Жакот. Но именно эти дела дают нам право... Я понимаю, что возникают вопросы, определенные по делу снятия кандидата, да? И у меня возникает вопрос... Перенос выборов, чего нет в электоральном кодексе. И у меня возникает вопрос, почему так поздно, почему, когда сразу были видны нарушения, да, полиция боялась подойти к этим машинам, которые содержали рекламу, и т.д. Какую рекламу? У нас рекламы никакой не было. Долго так рассматривали эти дела, и почему так долго не запускали. За полчаса до выборов отменяли. У нас есть определенные по делу с процедурами. Господин Жакот, чего не можно ли? Можно ли я сейчас закончить? Нас сняли с выборов за пирожки, а не за рекламу. Называем их с ними именами. Можно я по поводу ремарки господина Цирди, что он сомневается в процессах? Конечно. Я предложил бы разбавить немножко это сомнение с надеждой, что эти процессы наконец-то запускаются правильно. Да, я не отрицаю, что 20 лет у нас юстиции не было. И госпожа Таубер, когда... Я понимаю, что она переживает. А когда просто премьер-министр Лянко ответит по краже миллиардов? Вместе с просто драгуцаном. Я просто увидела знакомые лица. Просто функционер. Что нам дает право думать именно так, как вы говорите, отталкиваться от того, что 20 лет не... А вот сейчас наконец юстиция заработает. Что нам дает уверенность в том, что она действительно заработает, а не в том, о чем говорят коллеги? Никогда до сих пор не позволялось что-то, что-либо отрицать. Падали бизнесы. Люди буквально убегали из страны или уходили ни с чем. Господи, чтобы я понимала, каково лично ваше отношение как гражданина, как вы сказали в первую очередь, к делу Александра Стояновлы? Я не воспринимаю прокурора, который свои какие-то личные... Ну, позитивно не воспринимаю, когда он какие-то свои личные... В отношении его задержания с СИБом, в отношении, опять же, его ареста на 30 суток, продления ареста, доказательств до сих пор нет. Просто я боюсь, что мы столкнемся при всех... Вот то же самое. И здесь не будет доказательства людей, которые к решению задержали. У нас есть презумпция невиновности, да? Да, вот презумпция невиновности. Есть процессуальные действия, которые проделываются, то есть, досье ведется, инструментируется, и есть какие-то судебные решения по поводу этого досье. В итоге, мы посмотрим, правильные они или нет. Но, извините, вот мое личное мнение, и в том числе, как политика, когда прокурор позволяет себе высказать сомнения в том, что там состав преступления не инвестирует в это действие. Мы о разных вещах говорим. Мы говорим о том, что господин Стояногло вышел с определенными заявлениями. И сразу после этих заявлений его задержали. Причем, как задерживали, мы все были свидетелями. И далее, как распущился процесс, и до сих пор это уже все замалчивается, не поднимается дело... Я извиняюсь, наш лидер также, Илон Шор, вышел с заявлением об импичменте. Потом моти уня де чензура, вот у меня доверие правительству. И сразу же после этого было заведено 9 уголовных дел новых. И оказывается давление на нас всех. И вот одно из проявлений сегодня. Это тоже, кстати, произошло после того, как Аргеевский район и город Аргеев, который, все знают, руководится нашими представителями, не подчинился решениям нацкомиссии, провел митинг многотысячный, на котором было принято решение. А вы считаете, это правильно не подчиняться? Я хочу вам сказать, что там живут живые люди, которые собрали на сегодняшний день уже 20 тысяч реальных подписей за то, чтобы ваше правительство, вашей партии ушло. И это их мнение. И то, что вы их не слышите, заставляет выходить их на митинги. То, что они хотят, чтобы их дети ходили в школу, и если нет ни одного случая ковида, не сидели дома сами. Как сказала госпожа Немиренко, уже есть случаи ковида. Ну, госпожа Немиренко, пусть хоть в одну школу зайдет. Извините, много случаев ковида, несколько классов буквально были на каратене. Там до сих пор около 30 школ без единого случая ковида. Это не тема нашей сегодняшней программы. Пусть госпожа Немиренко почитает немного, хотя бы статистикой. Внимание, госпожа Талбар, все-таки у меня вопрос. Какими будут ваши действия в случае, если вина будет, таки доказано? Смотрите, я понимаю, что вы как ведущий хотите рассмотреть разные варианты. Мне это понятно. Но я хочу спросить с точки зрения юриспруденции сейчас, не с точки зрения того, что я защищаю своих коллег. Во-первых, я хочу заявить, что да, в первую очередь, это наши коллеги. И вы их защищаете? Сегодня вышел наш председатель Илон Миронович, который заявил четко, что, естественно, мы будем принимать ответные действия. Это люди, с которыми мы проводим очень много времени. Это действительно люди, с которыми мы работаем. И мы, наверное, знаем про них больше 100%, чем многие, кто сейчас смотрит нас с вами. Я еще раз повторюсь, то, что коллеги перешли из другой партии, это ни для кого не секрет. Вы сами тоже сказали, и коллега Цирдия сказал, что было много людей, которые переходили из партии в партию. Однако про них сейчас вообще ни слова. Это тоже вопрос. Давайте мы посмотрим практики европейских государств, Америки, развитых демократий. Неужели разговор, вопрос начинается с того, что человек должен доказать, что он не виноват? Вы понимаете абсурдную ситуацию? Я прошу, чтобы вы на меня не обижались, но, конечно же, когда человек ничего не сделав, как мы это себе представляем... Это вы так себе представляете, а следствие видит дело иначе. Подождите, следствие может видеть как угодно, но у следствия, а, сегодня нет доказательств, вы... Но это вы знаете. Я знаю, что уже их не существует. Абсолютно. Это все реально дымовая завеса. При том, что, возможно, это и было, мы не исключаем этот вариант, правильно? Но доказать это будет крайне сложно. Мы все подождем. Нет, я хочу довести до одного момента. Я буду порос аспектов увереннейших. Да, в любой стране, если вы проконсультируетесь, как бы поступила любая другая юстиция в другой стране, при любой ситуации, кто бы не был сейчас прав из нас, сначала была бы доказана вина. Правда? Потому что вы сейчас нас, образно говоря, я говорю, вы, вы заставляете нас оправдываться в том, что мы уверены, что мы не сделали. Я сейчас не выпила ничего из этого стакана. А вы меня заставляете доказать, что я это сделала. Вы сегодня приглашены с точки зрения политической истории. Да, но мы, говоря о прокуратуре, о судебной системе, мы не можем говорить о политике. К сожалению, мы должны основываться на фактах. А здесь видно давление. Очень сильное. Мой вопрос был такой. Давление. Вы говорите не давление. Господин Цирк тоже в этом видит давление. Суть в том... Я понимаю, что очень сложно доказать, что кто-то получил деньги за переход, за смену своих политических убеждений. Где Юрия, это действительно сложно доказать. Хотя есть некоторые ссылки, да... Так как мы будем просто на чужом мнении основываться. Извините, извините. Ну, когда несколько человек говорят, тот же Воронин, та же Бондаренко, это тоже... Вы знаете, столько человек говорят, что Майя Сан должна уйти в отставку, она этого не делает. Ну, как так? Я вот могу сказать, что Илана Шуэрдовна... Я еще раз повторю, господин Цирк. Это как, знаете, вот, что будет с каждым. Насчет доказательной базы. Есть другая сторона вопроса. Сколько тратили эти люди? И я... А ваши все коллеги... Зарабатывая в частном секторе, намного больше, чем данные товарищи. В данном случае я не изучал их декларацию, но я это делал с другими представителями, другими госструктур. И я не могу себе позволить такой уровень трат, который видел там. Причем это на порядке выше. Не в разы, а на порядке. Насчет помахать пальчиком. Суть... Вот все исходят из того понимания, который был до сих пор. Вот те депутаты, этого могу шантажировать этим, того тем нет у нас шантажабельности. Я совершенно спокоен. Есть мнение, которое сводится к следующему. Возможно, в скором времени ряды вашей партии поредеют, я прошу прощения. Есть заинтересованные лица в том, чтобы часть ваших депутатов... Причем их много. Просто вышли. Это мы все понимаем. Вы понимаете, да? И вот это показательные выступления для ваших же коллег. Нет. То есть для вас же... То есть для вас же... Потому что, может, и вы захотите выйти. Нет. Порядок притих. У меня... Хорошо. Я в политике, исходя из своих убеждений. И ничего не может меня убедить сделать тот или иной незаконный шаг. А если ваша партия вас подведет? Не подведет. Не подведет. Что указывает... Чтобы граждане наши поняли. Что указывает на то, что партия ПАС едино и ей не грозит такого рода развития событий? Вы сейчас хотите доказательства от меня, что... Лично от вас. Вы, социалисты, например, всегда говорят, мы едины у нас. Ну и мы едины, и все окей. Да, ну у них есть своя... В вашем случае хорошо. Подход Плохотнюка, что держать каждого со съемкой, с другими какими-то скелетами шкафов... Моя зона сейчас еще больше всех держит. Мы, извините, далеки от этого. Это, во-первых, и не наши методы, и наши предприятия. Да, вы станете жертвой этого, вы поймете о чем речь. Ой, да, да, я не говорю. Жертвами чего? Жертвами той манипуляции, которой сегодня занимается руководство партии. Вы можете это назвать манипуляцией. Хотел обратить внимание все-таки на несколько моментов. Мы обязательно обратим внимание на эти моменты. Но сразу после рекламы оставайтесь с нами. Я уже минут 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Жаркие споры за эфиром. Я хотел обратить внимание на тот факт, что когда загорелся, я быстро хочу напомнить вам, что господин Стояногло закрыл дело Open Dialog партии ПАС и Майя Санду, закрыл дело по камерам, по БАКу, а там 6 миллионов евро. 6 миллионов евро ущерб государству. И там министром была вроде бы Майя Санду, а не вроде бы точно. Это второй пункт. Третий пункт. Закрыл дела Усатом, закрыл дела Ткачуку, закрыл дела Рожки, закрыл дела почти всем. Зато завел уголовное дело по Наргакому Игорю Дадону. И закрыл и завел уголовное дело по Кульку. По Кульку. Поэтому когда он говорил, что я сомневаюсь, что там были деньги, он уже говорил на основании фактов. Потому что там обращение в Демпрокуратуре находилось с 2019 года. Со стороны Плахотнюка. Это один важный момент. Второй важный момент. Когда задержали Демпрокурора, я таких прецедентов в истории вообще не знаю. Вообще не знаю. Демпрокурора, которого вы назначили, потому что госпожа премьер-министр начала конкурс и госпожа Улесья Астамати, министр юстиции, провела этот конкурс и эксперты дали высший балл, в том числе иностранные зарубежные, дали господину Стояногло. Человеку, который вошел в конфликт с Плахотнюком и которого лично, уважительно хвалила Мария Чобану другие депутаты. Это второй момент важный. И третий момент важный. Когда некоторые люди в Совете Прокурора, в котором вы поменяли, один из них министр, у которого теща фигурирует в кейсе по миллиарду, о чем говорит господин Попов. Целый прокурор. У второго, у Дарела Мустя, брат фигурирует в деле миллиард. И он тоже голосует за арест прокурора. И третья госпожа Наталья Малышак, которую консультирует сутенер. Сутенер. И вот эти люди снимают, снимают и дают указания, чтобы арестовали этого прокурора, генерального прокурора. Извините, пожалуйста, но говорить потом о свободной юстиции, надо, по крайней мере, иметь совесть. Закрываем кейс по своему новому. Теперь идем дальше. Можно одну фразу? Нет, не можно, потому что я же вас слушал 10 дней. Второй кейс, что мы говорим сейчас. Вот арест, задержали там этих депутатов. Я не знаю, действительно, так, не так, брали они там эти взятки, не брали эти взятки. Тем более через 7 лет. Через 7 лет. Поэтому я вас спросил, почему, когда у власти находилась Пелядеме и Педе, были совершены самые крупные преступления за всю историю Молдовы. Это кража миллиардов. Вы были рядом с ними. Нас не было рядом с ними. Мы проводили рядом с ними правом Майосанду, целый министр. Целый вице-министр Грозу, целый министр Леоналов Николаевского-Нафрей. Целый Ричан, министр внутренних дел. Понимаете? И еще много людей, которые руководят правительственные юридические. И еще много людей, которые руководят правительственные юридические. И он говорил, который говорил, что обьем-то ты били. В парламенте не было только Пелядеме и Педе. Давайте я закончу. В власти были. Где прокуратура? Сдели сам по миллиарду. Что там? Сняли тогда с Таинобула, сказали, мы, прошло 3 месяца, мы не видим результатов. Как не видите? Я вам могу показать, сколько результатов там. Два. Вот назначили нового прокурора, ничего о миллиарду не слышно. И отсюда мой вопрос, господин Животов. Ничего не слышно. По приватизации Бема, ничего не слышно. По убийству под Уряду Мнязка, ничего не слышно. По убийству Бутмала, ничего не слышно. По андрамату, ничего не слышно. По 100 миллионов долларов, которые были выведены. Рейдерсти атаки 2009-2011 годов. На Диарела Виктора Цопу. 100 миллионов вывели из Бема Виктория Банк. Ничего не слышно. Что мы видим? Мы видим, что задержало несколько депутатов. Господин Жекот, это опять же к вопросу о смещении акцентов. Юля, дайте я закончу. Это второе, что меня очень сильно смущает, возмущает и вызывает особое возмущение. И самое главное, что все люди, которых я вам показал, я готов с вами поспорить. Ничего вы, Лянка, не сделаете. Абсолютно ничего. Ничего вы не сделаете Драгуцану. Его тоже задерживали. Вы это кто? Партия власти, которая вчера назначила директора НАЦ. Вчера назначили. НПОшник туда-сюда. Хорошо. Давайте эти критерии. Я понимаю, давайте эти критерии. Особенно, когда человек в одном НПО, по крайней мере, те остальные, с Думитру Алаевой. Ну, и вы его назначаете членом высшего совета прокуратур, членом НПО ЧПР, членом Деполити Шерифор. А теперь я закончу. Вы ничего не сделаете. Вы ничего не сделаете. Ни Лянка. Вы ничего не сделаете. Ни Габуричу, потому что он у вас спонсор. Он спонсор. Компания БИМО. Давайте не будем. Нету паса спонсоров. Что? Что? Это, пожалуйста, вам показать отчет от ЦИКа, что БИМО и лично Габурич спонсировал вашу президентскую компанию? Никто не спонсировал. Президентскую? Стой, вы что? Вы издеваетесь? Давайте не передергивайте. Вы издеваетесь? Вопрос такой. Я давайте не передергивайте. 150 тысяч леев был отдал в избирательный штаб ПАС. Я вам показал на пресс. Габурич. На какую компанию? БИМО. БИМО для директора Габурича. На какую компанию? Президентскую компанию 2020 года. Президентскую компанию 2020 года. В электоральный фонд МАЭСАН. Я же показал документы. Господин Цирдя. Покажите документы. Только я же показал их уже публично на пресс-конференции. Они как раз есть публично. Они есть публично. Там же происходит на пресс-конференции. Компания Мезиарди Габурс писал. Можно ремарку. Из всей триады господина Цирдя соглашусь с одной лишь формулировкой. В том, что Стояногло действительно пытался... Он закрыл вам голову на два, вы его посадили. Против Плохотнюка каким-то образом воздействовать. Ну, почему? Понятно, почему. Потому что Платон находился в большом конфликте. То есть это плохо, что он с Плохотнюком, который взял миллиард? Но это единственное дело, что вы сказали... Он закрыл вам уголовное дело, вы его закрыли. Важный вопрос кражи миллиардов. Это дело чести ПАС обещала до выборов заняться плотно делом о краже миллиарда. Однако сейчас мы видим опять же смещение акцентов. Шор, я не оправдываю их, я жду доказательств их вины. Но вы как депутат партии власти, как объясняете отсутствие подвигов? Стагнация в деле о краже миллиарда? Что произойдет? Да, я, кстати, тоже хочу... Ну, что не соучастники? Мне очень интересно, когда будет двигаться... Секундочку, вы же не скажете, 25-26 января изъяли два компьютера по делу о восьмилетней давности. Это же не подвижки. По поводу не только кражи миллиарда, но и других резонансных дел. Мы тоже ждем возобновления работы по некоторым из них. С подвижек по ним. Потому что по некоторым, исходя из моей информации, ведутся следственные действия. Следственные действия. Не надо меня... Я думаю, что это... Пока они все отвергнутся. Есть еще большие вопросы. Вы знаете, что один из наших приоритетов – это веттинг и юридическая система. Слушайте, ну, Коля, что мы говорим о экзонансных делах? Шор. Какая экстрадиция? Как оказалось, даже ни о какой экстрадиции речи не шло. Платон. Ваше обвинение. Плохотнюк. Что происходит в этих направлениях? Плохотнюк и Дарпол виноват. Не надо, Ля-ля. Насчет экстрадиции вопрос действительно есть к этим процедурам. И я думаю, органы, которые этим занимаются, ответят нам на тот вопрос, с чьей стороны был подвох, где там... Если мы говорим о экзонансных делах, ответы на вопросы, по которым мы ждем, так это именно они. И поэтому мы и говорим о том, что это смотрится как смещение акцентов относительно дел. Вы знаете, я бы хотел, чтобы все эти дела пошли снежным комом. Все. И, естественно, ресурсы лимитированы. И, естественно, у меня тоже есть вопрос. Почему не все депутаты, бывшие? Надеюсь, я получу на этот вопрос ответ. И, надеюсь, господин Цирдя тоже получит. Насчет, будем мы, там, Габурич, не будем, сделаем, Ля-ля, не сделаем. Не будете, не будете. Партия власти не должна отвечать на вопрос. Хочете поспорить со мной. Уже даже ваши сторонники говорят о том, что в следственных мероприятиях главное не выйти на сами себя. Ладно, а теперь, бабушка, спрашивай. Мой маленький комментарий, пожалуйста. Вы назначили директора НАСС. Вопрос, который продолжит то, что вы сказали. Я не раз об этом говорила, и мы не раз об этом говорили, что Илон Шор и наша команда, и я могу сейчас это лично заявлять, вы понимаете, что у меня личная заинтересованность. Я была арестована за то, чего не делала. Мы хотим не то, что подвижек, а чтобы виновные ответили за эту кражу. Я коротко. Мы все четко знаем, что государственные гарантии, которые являются кражей миллиарда, были перечислены в БЕМ не по решению Илона Шора, и когда Илона Шора в руководстве банка уже не было. Принимали эти решения и голосовали в том числе госпожа Санду. И это есть в стенограмме правительства. 22 сентября 2014 года. Мы это прекрасно знаем. Когда вы не хотите... Давайте вы меня не будете перебивать. Я вас не перебивала. Дайте я доведу, пожалуйста. Я скажу. Ну не надо рассказывать, что Майя Санду голосовала. Я не рассказывала. Есть стенограмма правительства. Я ничего не рассказываю. Я представил это на пресс-конференции. Котокопии в ГУГЛИБО везде. Если вам не нравится это слышать, это не означает, что это не так. Теперь я хочу дальше. Дальше, если позволите мне продолжить. Пожалуйста, госпожа Таубер. Это один из эпизодов кражи миллиарда. И мы все прекрасно знаем, в каком состоянии был банк деэкономии до того, как пришел к руководству Илон Шор. Теперь мой вопрос дальше. Господин Жакот говорит, что к прокуратуре, к юстиции они не имеют отношения. Прошу прощения, чтобы я не забыла, госпожа Таубер, вам были предъявлены претензии относительно сделки по 3 миллионам евро, и вы не отрицаете эту сделку. Чем это закончилось? Я вообще в принципе была обвинена один раз, сразу же задержана, и через год с меня сняли обвинение. Больше этого до или после меня ни разу не вызывали ни на какие допросы и не предъявляли мне никаких обвинений. Понимаете? Это был единственный раз, касающийся кражи миллиарда. Как таковой. Теперь дальше. Обвинение, задержание, 3 миллиона. Да, и все. И тишина. Да, я еще раз говорю, я никогда не отказывалась общаться со следствием. И, по-моему, активно появляюсь во всех местах, где можно всегда меня о чем-то спросить и при желании допросить. Дальше. Господин Жакот, как я уже начала говорить, отрицает давление или какое-то вовлечение партии ПАС в связи с тем, что происходит сейчас в юстиции, в связи с миллиардом. Илон Шор. Любая власть или не власть может его любить, не любить. Он может нравиться или не нравиться. Человек заявил о том, что обладает эксклюзивной информацией с учетом своего поста в Банкаде экономии в связи с кражей миллиарда и готов предоставить данную информацию президенту Республики Молдова, лично госпоже Майсанду, прокурору и ответственным лицам в Национальном банке. Были направлены официальные письма. Все, что было запрошено, это встреча с адвокатами, на которой можно было бы вести данный разговор. Чтобы не получилось, что, как обычно, эти показания никак не будут использованы против тех, кто действительно совершил кражу миллиарда. Более того, было сделано предложение. Это не политическое предложение. Мы все прекрасно знаем, что в Банкаде экономии было много кредитов. Компании X, в том числе Вали и X Кимпы, их очень много, брали кредиты и не вернули кредиты. В чем вина Илона Шора? Мой вопрос. Это еще один эпизод. Теперь, в тот момент, когда Илон Шор управлял Советом банка, за этот период времени акционеры готовы выкупить, не вернуть, выкупить. Это бизнес-термины. Вы в прошлый раз говорили про кэшфлоу. Я вам сейчас говорю, выкупить негативный портфель кредитов, который никак не касается кражи миллиарда. Это, в принципе, банк выдал кредиты, а компании их не вернули. И акционеры... Есть мнение Платона, который заявляет совершенно о другом. У вас своя версия. Так вот следствие должно задаться. Я согласна. Для этого следствие должно проявлять интерес. Для этого следствие должно допросить Лянко, Драгуцана и всех простых премьер-министров и представителей Нацбанка и так далее, которые были в тот момент ответственными. Еще раз вам говорю, мы можем, вы можете по-разному относиться к Илону Шору, но говорить, что он виноват в краже миллиарда, а данных людей даже не допросить, извините, это уже просто смешно. Суть в том, что Платон изучал это дело и, естественно, неоднократно говорил об этом. Я прошу прощения. Можно разницу скажу? Можно одну разницу скажу? Все говорят, что Илон Шор был председателем Совета Банка. У него информация чуть-чуть более достоверная, чем у людей, которые были, есть, представляли. Если ссылаться на его... Я прошу прощения. А подождите, а почему... Если ссылаться на его доказательства, да, он говорит, что... Извините, а почему не просмотреть, не важно, чье видение? Почему он не делает стая ногла при своем рассмотрении? А почему вы меня спрашиваете, что делает стая ногла? По словам того же Платона, вина доказана полностью, это руководство Нацбанка виновата, а конечные бенефицары это никто иный, как Илон Шор и Влад Плохотнюк. То есть, еще раз говорю, мы заинтересованы в том, чтобы следствие разобралось в этом. Вопрос мой в том, почему все застопорилось? Почему? Так вот, я то же самое вам задаю вопрос. Да, я заинтересована тоже. Мы, Илон Шор заинтересован, партия Шор заинтересована. Мы заинтересованы. Мы задаем много вопросов, но мы не получаем. Я вот сейчас задаю вопрос, пусть он будет риторический. Почему господин Лянко никак не отвечает за данную ситуацию в банковской системе в качестве премьер-министра Республики Молдова? Кто мне ответит? Ответьте, пожалуйста. Задайте вопросы. Задаю. Мы говорим о большой коррупции и борьбе с... Как я могу защищать вообще кого-то, когда меня задержали и незаконно держали в изоляторе? Кого я могу защищать? Давайте сейчас не буду высказывать свое мнение. Молдавский прокуратур. Миллиард, да, госпожа Таубер, это такой. Вот господин Цирдя, у него тоже есть свои версии, свои документы, свое изучение вопроса. Была целая парламентская комиссия, которая занималась только этим, у господина Слуцаря своей. Дело в том, что мы действительно хотим знать правду и наверняка. У каждого своя версия. Где-то они сходятся, где-то расходятся. Но мы обратимся к парламенту и к конкретике. Я бы хотел знать истину, потому что прав много. У госпожи Таубер и Ланашора правда своя, у Платона своя. К конкретике, ПАС отказалась от конкурсов и сейчас назначает большинством глав ведомств. ПАС понимает, какую ответственность будет нести после этого, да? Партия берет на себя. ПАС не отказался от конкурсов. Новым директором Национального антикоррупционного центра стал Юлиан Руссу. Мы уже говорили об этом. Магистр в области права с 20-летним опытом работы в системе юстиции, выпускник Оксфордского университета, не больше не меньше. Равен Руссу занимал должность исполнительного директора Института политики и европейских реформ, а в октябре 2021 года стал госсекретарем Министерства юстиции. Журналисты изучили его. В декларацию о собственности и доходах нашли в ней любопытные моменты. В частности, внимание представителей СМИ, привлекла квартира Юлиана Руссу площадью 124 с лишним квадратных метра, которая была куплена недалее как в 2020 году за 38 с небольшим тысяч евро. То есть, 300 евро квадратный метр, а никак не 700 евро, это даже тоже минимальная сумма была в 2020 году. Согласно декларации об имуществе и доходах, Руссу владеет также гаражом, двумя автомобилями, еще, кстати, одной квартирой, 15-ю счетами, на одном из них лежит 55 тысяч евро. В 2020 году заработало такое-то количество. Вас не смущает бросающийся в глаза факт несоответствия? Не стоит ли завтра прямо? А это глава Национального антикоррупционного центра. Извините, если бы он работал все это время на государство и имел зарплату 5 тысяч леев, а жил как на 4 миллиона, то тогда возник бы вопрос. Насчет всего этого имущества, извините, в моей декларации, наверное, тоже имущество больше, чем у Плохотнюка. Но я там честно все указал. Насчет цены за квартиру. Да, стоит вас тоже за вас взяться. Ну смотрите мою декларацию. Я вам говорю о том, что он должен быть с кристально чистой репутацией, с такой же декларацией о доходах. Я понимаю, декларация доходов, если я замечаю, это не последняя вот эта декларация после изменения закона ОНИ, где они ввели новую строчку, которая позволяет указывать и рыночную стоимость. Я объясню на примере своей квартиры. Хорошо, господин, я зайду с другой стороны, господин Жакот. Нет, я задал, вас не смущает это. Окей, он состоял в переписке с Виолелом Марарем, о чем говорят представители партии социалистов. В рамках слушания определенного дела была беседа. Кстати, господин Руссу правильно указал. Эти беседы не могут стать частью общественного, то есть не должны выставляться вне материала в дело, пока дело не закрыто. Интересный вопрос, как это произошло. И нет, меня не смущает то, что он беседовал с Виолелом Марарем. Если Виолел Марарь подойдет ко мне и что-то спросит, я ему отвечу, и если потом наша беседа, добрый день, добрый день, как дела, а кто вы такой, попадет в... Но там не добрый день. Да, там, к сожалению, совершенно иная была беседа. Я понимаю. Добрый день, как дела, там не было. Нет, а вопрос, собственно, в чем? Есть определенное... Господин Сайнову ответил на это. Почему граждане Молдовы должны быть уверены, что вот сейчас с приходом господина Руссу начнутся серьезные дела в национальном антикоррупционном центре? Вы спросили, почему мы отказались от конкурсов, не отказались. И конкурсы, это, по сути, самый лучший способ выбрать. Но ввиду того... Хорошо. Но это ваше ответственность, никогда об этом не забывайте. Но при сегодняшних реалиях, при том темпе, с которым мы вынуждены двигаться, при том уровне коррупции, который в том числе и в центре по борьбе с коррупцией имеет место быть, нам необходимы более радикальные, более, скажем так, и быстрые, и по процессуальности своей более радикальные вещи. Господин Руссу, какой конкурс прошла Анастасия Табурчану, двоюродная сестра Майя Санду? Вы мне можете рассказать? Господин Руссу, сколько двоюродных сестер, жены и так далее ваших коллег по партии работало в разных структурах? Извините, но это не ответ на вопрос. Нет, я вас спросил, она прошла конкурс? Нет. Те, кто прошли, если вы про сестру Чебана, он сейчас не в нашей партии, кстати, он создает свой проект, она прошла конкурс. Нет, 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 это та же самая партия. Давайте не будем про чего-то назвать. Знаете, мне интересно про конкурс. У нас 22 депутата в Пеледеме. Помните? Извините, те, что были в Пеледеме, были бы не проверены. Еще один вопрос, можно я вам задам? Извините. Вот тут только один вопрос. Вот вы видите, я же писал книги... Слушайте, да вы подготовились, я смотрю. Нет, я не подготовился, только это фотография. Я написал одну маленькую книжку, 900 страниц, 1600 цитат, 900 работ. И я вам скажу такую вещь. Вы, ИПРЕ, знаете, кто учредитель? Институт деполитической реформы Европения, где работал господин директор нации. Знаете, кто учредитель? Кто учредитель? Я вам скажу. В админсовете ИПРЕ находится многоуважаемый, просто премьер-министр Юрий Лянк. Там же участвовал в создании этого института многоуважаемый Мартин Зик, советник Майя Санду. Так, так, если вы мне не верите, зайдите на райс.н.д. Так, там хорошо описано все это. Но дело не в этом. Скажите мне, пожалуйста, вот директор НАЦ, который работал в ИПРЕ, где учредителями и членом админсовета является Юрий Лянко, во времена которого был приватизирован БЕМ, да, сдан аэропорт, и самое страшное, украден миллиард. Скажите, пожалуйста, вот господин из ИПРЕ, директор НАЦ, он заведет уголовное дело на учреди, на членом админсовета. Заведет, господин Сырдя, короткий ответ, заведет. А вы не знаете, подождите, вы что, даете указание напрямую? Если есть материал дела, заведет. Я не знаю, почему. А чего вы так его защищаете? Вы будете лично отдавать указания? Это один из вопросов, который мы в том числе задали господину Руссу. Руссу, да. Что произойдет, если уголовное дело будет заведено на кого-нибудь из партии власти? И вы поверили нас в? Конечно. Извините. Если много раз сказать, то это может быть доказательством. Слушайте, как вы знаете, было запрошено... Извините, это наша политическая ответственность. Да, я понимаю, понимаю. Мы обязательно вас... И вопрос, как господин Сырдя смеется. А когда налял, если без хопа... Чтобы вы понимали, я не поддерживаю ни одну из точек зрения в данный момент. Но слишком много дел, которые указывают на то, как дело с Таиноглой и как дело с выборами в Бельцах, что все пойдет совершенно иначе. Не так, как вам кажется или вам видится. Это опыт, это доказательство. Доказательная база. Извините, слишком много вещей указывает на это. Какие вещи на это указывают? Что что-то пойдет не так? Мы с вами по программе говорили о том, что произошло с господином Мастериноглой. Вы можете все, что угодно говорить. Но если он выиграет дело в Европейском суде по правам человека, а скорее всего так и будет, мы с вами поговорим. Подождите. Подождите. А еще партия Шор и Марина Таубер выиграют дело в Европейском суде по выборам в Бельце. И тогда мы тоже с вами поговорим. Обязательно. Поговорить. Обязательно. Конечно, вы увидите, что мы выиграем это дело. В заключении Конституционного суда к середине 2022 года может быть принят законопроект, предусматривающий лишение депутатов неприкосновенности. В случае положительного заключения в парламент будет принесен проект по правам, которым мы давно предлагаем. Которым откажутся от неприкосновенности в случае, когда речь идет о коррупционных деяниях. Вот позиция партии власти ясна. А оппозиция на это возможно решение что скажет? А скорее всего оно будет принято. Это был наш законопроект. Из нашей программы политической. Еще в 2019 году, говорю о парламентских выборах. Мы сразу же представили данный законопроект инициативу всеобщему вниманию. Тогда даже собрали определенное количество подписей. Но в принципе этот закон не был никак поддержан. Ни в прошлом парламенте, ни в этом. Поэтому, естественно, это та инициатива, в которой мы заинтересованы. И как практика показывает иммунитет депутату. В принципе, при той юстиции, которая у нас есть, он не нужен. И мы первые, кто просили, чтобы он был снят. Для того, чтобы была абсолютно равная ситуация у всех. Извините, вы покинули зал заседаний, когда рассматривался закон. А я что, была в чем-то обвинена, что я не могла. У меня была электоральная встреча. Я была кандидатом в 17.00. А все остальные депутаты партии ШОР в знак протеста покинули и это заседание. Подождите, я была в Аргееве. При мне сотрудники НЦБК не идентифицировали ни одного паспорта. Скажите мне, пожалуйста, я не имела права покинуть заседание парламента и пойти поехать, прошу прощения, на электоральную встречу. Даже если пришел прокурор. В чем вопрос ко мне? Нет, я обвинена, на тот момент не была, имела абсолютно свободную возможность передвигаться. Меня ждали люди в парке Иваноз. Я была на электоральной встрече. Вам могут подтвердить все абсолютно, кто там был, в том числе и пресса, что меня задержали прямо на фоне людей, которые ждали встречи со мной и с депутатом Апостоловым. Как бы там ни было, господин Жакот, борьба с коррупцией не отменяет роста цен. У нас с этим катастрофа. Госпожа Таубер, партия Шор идет на ботум недоверия правительству. Вы в знак протеста бойкотировали заседание парламента. Протест против чего, в первую очередь? В первую очередь против того, что, конечно же, произошло с нашими коллегами. Против того, что парламент, на наш взгляд, перестал быть легитимным органом. Против того, что делает, давайте скажу чуть грубее, творит правительство. Против роста цен. Против того, что оппозиция вообще никак не слышна. Все предложения, которые мы делаем в рамках заседания парламента, заканчиваются. Я обобщу. Но это фраза из стенограммы. Это не я придумала. Когда я предлагаю закон от имени фракции и говорю о проблемах в сфере газа, предлагая решение наше, на что имею право, мы депутаты парламента, она делегировала народ. А господин председатель парламента в издевательской манере говорит мне, что госпожа Таубер, у вас есть минута убедить меня, что данный закон должен быть включен. Скажите, пожалуйста, что еще мы должны вытерпеть от представителей власти? И вообще, в принципе, почему мы должны терпеть такое отношение? Заседание экстренное. Заседание экстренное. Можно я, пожалуйста, закончу? Подождите, можно я, пожалуйста, закончу? У нас буквально осталось 4 минуты, поэтому... Какое бы ни было заседание, любой депутат имеет право говорить, быть выслушанным и получить достойный, вежливый ответ. Я вежливо задала вопрос, я предложила такой-то, такой-то закон, а получила какое-то хакство, что я должна кого-то в чем-то убеждать. Все, кто смотрит заседание парламента, понятно, что депутаты это все видят и знают. Все, кто смотрит заседание парламента, это нечто, такого не было никогда, чтобы спикер парламента так общался с депутатами. Да, ну, извините, общались и гораздо хуже. Это хорошо разве? Вы же говорили, что вы будете власти для всех. Вот господин Гроссу как раз обладает огромным тактом и дает высказаться всем. Ага, все, деток, этой фразы не было? Подождите, этой фразы не было? Если у кого-то, если у кого-то не хватает ему там 10 секунд, микрофон включается, любезно включается. Хорошо, этой фразы не было, которую я сейчас привела. И тогда вас попросили не вводить эти законы, потому что в любом случае заседание... Хорошо, а что было, господа, у нас осталось не так много вопросов. Неужели я не могу... Все-таки я хотела бы задать последний вопрос господину Цирди, какова ваша повестка в отношении протестов? А про повестка какая, вы же, вот я просто взял, вот, пожалуйста, цифры из Ньюзмейтера. Это сеть Сороса, да, которая поддерживает мою сандусь. Вот что они пишут, да, овощи подорожали на 43%, растительное масло на 33%, яйца на 22%, уголь на 46%, жирный газ на 44%, то есть 45%, солянка на 30%, бензин на 28%. О какой повестке еще может быть речь, когда у нас неделю назад, даже меньше, черная пятница произошла, вы помните, когда газ с 11 до 15 лей взлетел, когда электричество взлетело на сколько процентов, когда все остальное взлетело, понимаете... В этой ситуации остается единственная повестка, понимаете, протестная, потому что сегодня мы замечаем феномен захвата государства, подчинения юстиции, подчинения юстиции и узурпации власти. И вот эти примеры, которые мои коллеги сегодня обсуждают, да, вот, как включаются в повестку дня, как там задерживают депутатов и так далее, только говорит о том, говорит о том, что мы стремительно начимся к диктатуре, к диктатуре. И тот факт, что Венецианская комиссия нам говорит, что закон о прокуратуре был изменен сотнями нарушений, дает нам такой список, мы предлагаем создать комиссию, создать комиссию парламентскую, и нам отказывают, понимаете... А мы предлагаем комиссию по буквально 20 годов обсуждению контраста. В истории не сталкивалось ни одно государство с таким огромным подорожанием цены на газ. Пятикратное повышение никогда не было. Дайте мне, дайте мне, дайте мне, дайте мне, дайте мне, дайте мне, и в Генграмм и Сербан, пожалуйста, тоже. Никак в Генграмме не было столь динамичного роста, цены нет. Были большие росты, но они были плавными. Мы не должны были заключать контракт по рыночной цене. У нас есть долгосрочный контракт. У нас есть заключенный контракт. И фокулу мы оптимизируем. Но, к сожалению, мы вынуждены прерваться, ибо программа подошла к концу. И я вас благодарю за сегодняшнюю дискуссию. Надеюсь, навстречу еще не одну в таком формате. Напоминаю, что сегодня в студии были депутаты парламента от ПДС Виталия Жакот, от блока коммунистов и социалистов Богдан Цирдия, от партии Шор Марина Таубер. Благодарю вас и благодарю наших любезных телезрителей за то, что вы с нами. Всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok